Субтитры создавал DimaTorzok Почему, спросите вы? Ответ прост. БРИКС, межгосударственное объединение, получившее название в честь стран-организаторов, Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, фактически становится новым полюсом мира, с которым в обозримом будущем придется серьезно считаться. Кажется, шутки кончились и Россия союзниками всерьез оказывает давление на теневой фронт войны. Экономически. Ну, потому что может. Этот формат был запущен в 2015 году по инициативе России. Он функционирует не просто от мероприятия к мероприятию. Он стал одним из несущих опорных звеньев в достаточно разветвленной архитектуре БРИКС. Именно здесь имеются возможности транслировать приоритеты общества, проецировать их на повестку дня БРИКС, представлять гражданские инициативы, обсуждать насущные вопросы, причем касающиеся не только большой политики, но и жизни. Жизни. Жизни наших народов и жизни отдельных людей. И делает это в самый подходящий момент, когда до Запада все еще не до конца доходит, что пранк вырвался из-под контроля и скоро будет совсем не смешно. Еще какой-то месяц назад глава МИД Индии Джайшан Кар терпеливо объяснял представителю «Золотого миллиарда» в прямом эфире, что помимо них на земле еще и другие люди живут. Почему именно этот клуб? Если честно, почему этот клуб? Потому что был другой клуб. Он назывался G7 и в этот клуб не пускали никого другого. Поэтому мы решили, что надо создать собственный клуб. И мы решили, ладно, мы тоже, знаете ли, добропорядочные граждане, занимающие достойное место в глобальном обществе. С момента создания БРИКС, примерно два десятилетия назад, до сегодняшнего дня, особенно в последние несколько лет, большой интерес к присоединению стран к группировке. Мы расширили БРИКС, мы приняли решение о расширении БРИКС в прошлом году в Еханнесбурге, и направили приглашение большому количеству стран, что практически удвоило их число. Удивительно, конечно, что белым господам каждый раз приходится, будто детишкам малым, объяснять, что они – это не весь мир, и даже не половина. Только если раньше при подобных словах они морды воротили, то теперь их заставляют слушать. И предстоящий саммит их очень-очень напрягает. Хотя бы тем, что мир может окончательно уверовать, что у западного экономического колосса неуверенная походка. Хотя бы тем, что президент Российской Федерации, на встрече с представителями многих стран, планирует представить план по крушению доллара. На данный момент мы изучаем возможности расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной. Мы, как я уже упомянул об этом и сказал, рассматриваем возможность сейчас использования электронных инструментов. Необходимость такая работы идет. Наладить отношения между центральными банками и обеспечить надежный обмен финансовой информацией. У этого опасения есть вполне реальное обоснование. Ведь при удачном стечении обстоятельств система МостБрикс позволит центральным банкам проводить расчеты с помощью цифровых платформ без внешнего влияния. Ведь тяжело жить в мире, где твои миллиарды по желанию западных наглецов могут просто-напросто заморозить. Нет, украсть. Так европейцы поступили с активами РФ. Так могут поступить и с каждым своим партнером. Потому что твердо и прочно уверовали свою исключительность и безнаказанность. В геополитике страх – довод в пользу выживания поодиночке. А выгода – причина присоединиться к успешному соседу. Среди государств-участников Брикс, хватая тех, кто на себе испытал все прелести американских и европейских санкций и гарантия успешного совместного противостояния глобальному экономическому оружию – достаточный повод присоединиться к Союзу, преимущества которой не исчерпаются одной лишь экономикой. В последние десятилетия свыше 40% прироста глобального ВВП всей мировой экономической динамики приходилось именно на государство Брикс. По итогам текущего года средние темпы экономического роста в Брикс прогнозируются на уровне 4%. Это выше, как темпы в странах «семерки». Там всего 1,7%. И общемировые темпы будут 3,2%. Сегодня в Брикс ходят 9 государств – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Причем последние 4 присоединились к организации уже после 22 февраля 2022. В 2024 заявки на членство подали Саудовская Аравия, Малайзия, Азербайджан, Сирия и даже страна НАТО – Турция. Ну, Эрдоган – мастер лавирования. Тут ничего удивительного нету. Получается, прямо сейчас в мире формируется новый полюс силы, не привязанный к западной политической и экономической системам. И у меня вопрос. Вашингтон, Брюссель, что там с международной изоляцией России? Выражаясь тривиально нашими, так сказать, известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная. Ну, им никак не остановиться. Вице-премьер Сербии Вулин обозначил, что его страна рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступления в ЕС. А между тем, БРИКС – уже не мнимая, а реальная угроза устаревшему миропорядку и провальной европейской экономической модели. Союз, ориентированный на развитие. В странах, которого проживает 45,7% мирового населения, а совокупный ВВП, объединение составляет 36,7% от общемирового показателя. Это уже точно не шутки. С ним придется считаться, хочется того или нет. По многим показателям БРИКС превосходит большую семерку, в том числе по количеству населения, по индексу ВВП, по паритету покупательской способности, залежам нефти и промышленному производству. А самое главное – деятельность лидеров стран-участниц БРИКС поддерживается значительной частью населения, в то время как G7 переживает явный кризис. Евросоюз превращается в экономику второго уровня. ВВП стран Азии, напротив, быстро растет, а Россия и БРИКС скрепнут. Колокол уже звонит по Европе, и если Брюссель продолжит игнорировать проблему, ничего хорошего регион не ждет. И таки да, БРИКС представляет собой выбор, которого раньше ни у кого не было. Является полной противоположностью американскому миропорядку, основанному на правилах. Если США действуют грубой силой, этот союз ищет компромиссы. Если Америка превращает союзников в подневольных доноров, БРИКС делает их партнерами и помогает найти место в общей системе. А самое главное, там, где Вашингтон диктует, Москва, Пекин, Дели и другие, уговаривают и предлагают, не настаивая и не наказывая за отказы или сомнения. Главная концепция организации не противостояние, а взаимодействие. Удивительно? Нет. Но Америка, давно живущая в парадигме «подчиняй и подчиняйся», понять и принять такой подход просто не в состоянии и не ищет возможность нащупать контакт с БРИКС, а просчитывает шансы развалить и уничтожить его, не понимая, что с нынешними американскими подходами геополитики они равны нулю. Редактор субтитров А.Семкин